Добрый вечер! Вы смотрите выпуск новостей в эфире телеканала Катунь24. С вами Игорь Матаев. И, как всегда, начну с главных тем. День Сибирского поля стартовал сегодня в Алтайском крае. Место проведения неизменно – Сибирский агропарк. Все подробности о главных событиях мероприятия у наших корреспондентов. В Алтайском крае идет активное строительство новых ФАПов. Самое большое количество небольших медучреждений появится в этом году в Заринском районе. Пища богов. Так называли шоколад древние ацтеки. Считается, что именно они первыми научились делать это лакомство. Сегодня профессиональный праздник всех сладкоежек – День шоколада. Делегация из Белоруссии в ходе Дней Сибирского поля представила сразу несколько производителей сельскохозяйственной техники. В эти минуты на белорусской площадке присутствует наш корреспондент Константин Ганов. Константин, вам слово. Так, коллеги, здравствуйте. Вот это маленький белорус. У меня за спиной огромный белорус. Вообще здесь представлено множество белорусской техники, целый островок. Обратите внимание, есть и обычные тракторы, к которым мы привыкли. Мы привыкли к синим, здесь сейчас красные. Есть и перерабатывающая техника, и навесное оборудование. А здесь у нас Алексей Язенков. Он представляет одну из белорусских компаний. Расскажите, пожалуйста, Алексей, с чем вы сюда приехали, целая делегация, и для чего? Ну, традиционно белорусские компании являются участниками этой выставки. Традиционно представлены флагманы белорусского сельхозмашиностроения. Это и комбайны, и трактора, и прицепная техника. И, как мы представляем, это зерночтительная техника, техника для подготовки семян. Очень приятно каждый раз приезжать сюда, потому что очень приятные, позитивные эмоции. Очень хороший спрос на нашу технику, тем более в нынешних условиях, когда мы готовы поставить плечо, и все, что мы поставляли даже в другие страны, перенаправить эти потоки в Россию. Ну, а сами вы здесь что-то присмотрели, для себя что-нибудь взяли? Конечно, мы очень плотно сотрудничаем с российскими производителями, в части комплектующих, потому что кооперация в наших условиях должна развиваться все сильнее. Причем расстояние для нас не помеха. Ну, я надеюсь, что для всех нас, дружественных, родных стран, расстояние действительно не будет никогда помехой. Уважаемые коллеги, вам слово. Да, Костя, спасибо, а я продолжу. На дне Сибирского поля сегодня представлены образцы самой современной техники от десятков сельхозпроизводителей. Каких именно, подробности расскажет Екатерина Варкентин. Добро пожаловать на главный фестиваль сельского хозяйства. На 37-м километре Павловского тракта развернулся целый агропарк. Сегодня это 63 гектара. В течение трех дней, 10, 11 и 12 июля, здесь соберутся аграрии со всей страны. В прошлом году число компаний превысило 330, число гостей 45 тысяч человек. Что ж, посмотрим, увеличится ли эта цифра в этом году. Впереди их ждут десятки мероприятий, обучающие семинары, конференции, форумы, совещания, круглые столы. А прямо сейчас, наряду с агропредприятиями и заводами, разворачивают свои палатки, площадки с запасными частями, расходными материалами, а также удобрениями, биопрепаратами и алтайскими продуктами. Продуктовая выставка разместилась сегодня внутри аграрного форума «День Сибирского поля» не просто так. Здесь можно попробовать продукты, здесь можно провести переговоры по вопросам сотрудничества по сырью, по оборудованию и так далее. Здесь уже кипит жизнь. Производители и переработчики представляют свои товары, известные широко за пределами региона. Сегодня их главная задача – показать свою технику в деле. Лицом к лицу можно не просто познакомиться практически со всеми образцами техники. Это в первую очередь уникальная площадка для общения и налаживания контактов. В этом году 70-летний юбилей – начало освоения целинных и залежных земель, а также столетия отечественного трактора строения. Этим темам будет посвящено несколько выставок и экспозиций, но главное внимание, конечно, уделят последним новинкам отрасли. Особого внимания здесь заслуживают животноводческие площадки. Здесь выберут самую красивую корову. По каким критериям будут судить – очень даже интересно. В общем, площадок на любой вкус и цвет. Выбирай любую. В правительстве Алтайского края состоялся семинар совещания по теме продвижения программы долгосрочных сбережений среди населения Алтайского края. Управляющее отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Иванов отметил роль Банка России в реализации программы долгосрочных сбережений. Директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев рассказал о государственных гарантиях сохранности, а также о перспективах развития программы. Софинансирование, которое может достигать 36 тысяч рублей в год. Причем президентом по итогам питерского форума принято решение о продлении срока софинансирования. Если раньше этот срок составлял 3 года, то теперь он увеличен до 10 лет с возможностью дальнейшего продления по решению правительства. Это первое. Второе. Это повышенные гарантии государства с точки зрения надежности операторов программы, которыми являются негосударственные пенсионные фонды. То есть в случае банкротства пенсионного фонда гарантия на вложенные средства составляет 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, я напомню, чем по банковским вкладам. Ну и третье ключевое преимущество – это возможность получения налогового вычета. Председатель Совета саморегулируемой организации Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Нитбай сообщил об особенностях деятельности негосударственных пенсионных фондов по реализации программы долгосрочных сбережений. Негосударственные пенсионные фонды на сегодня это единственный институт, который реализует программу долгосрочных сбережений. Граждане могут обращаться в фонды. На сегодняшний день 35 негосударственных пенсионных фондов Российской Федерации, из них уже 25, имеют право заключать договоры по программе долгосрочных сбережений. Все негосударственные пенсионные фонды находятся под очень жестким контролем Банка России, в том числе именно поэтому в программе долгосрочных сбережений гарантии государства сохранности накоплений граждан составляют 2,8 миллиона рублей. Мероприятие организовано в рамках стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года и государственная программа Алтайского края повышения уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае. И к другим важным темам. С 12 июля на проспекте Красноармейском в краевой столице будет ограничено движение трамваев. Запустят его уже 14 июля. По маршруту номер 1 при движении на конечный остановочный пункт Докучаева, депо номер 1, улица Советская Армия, улица Антона Петрова, улица Северо-Западная. Далее по маршруту в обратном направлении улица Северо-Западная, улица Антона Петрова, улица Советской Армии, депо номер 1. По трамвайному маршруту номер 4 при движении на конечный остановочный пункт Депо номер 1, площадь Свободы, улица Ползунова, проспект Красноармейский, улица Анатолия. В обратном направлении улица Анатолия, проспект Красноармейский, улица Ползунова и площадь Свобода. По трамвайному маршруту номер 7 при движении на конечный остановочный пункт Кордон, улица Антона Петрова, улица Советской Армии, проспект Строители, улица Челюскинцева, улица Анатолия, проспект Красноармейский. Далее по маршруту в обратном направлении проспект Красноармейский, улица Анатолия, улица Челюскинцев, проспект Строители, улица Советской Армии, улица Антона Петрова. Далее по маршруту. Нам необходимо синхронизировать работы, чтобы минимизировать вот эти неудобства. Поэтому мы здесь перекрываем участок трамвайных путей сразу два. Это по водопроводу и по теплосетям. Участки небольшие, они смежные рядом, поэтому мы их синхронизировали. Для того, чтобы вот одни выходные, так скажем, пережить вот эти три дня, и потом уже движение будет с понедельника с утра, движение будет восстановлено, планируется, и трамвайные маршруты пойдут по своим прежним маршрутам. Добавлю, в связи с проведением работ по ремонту тепловой сети с 12 июля до 4 августа также будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Песчаной в районе здания номер 75-Б по проспекту Красноармейскому. Движение по отчетной стороне проспекта Красноармейского будет осуществляться в прежнем реверсивном режиме. И к другим темам. В Алтайском крае идет активное строительство новых ФАПов. Самое большое количество небольших медучреждений появится в этом году в Заринском районе. Здесь строят сразу три объекта – два ФАПа и врачебную амбулаторию. ФАПы построят в рамках краевого проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» – нацпроекта здравоохранения. Жители этих сел будут получать медицинскую помощь в новых современных условиях. В селях Милевка на строительство ФАПа направлено 15,5 млн. рублей. Проживают в селе более 800 человек. Плюсики-то даже в том, что населению будет приятнее ходить туда, где чисто, красиво, ново. А не на наши страшные столы, вот эти все, которые, вот видите, они уже этими лентами обклеиваются. На стулья те, которые разваливаются, мы их постепенно все туда в кладовку выносим. Каждый год пишутся требования заявки на оборудование. В старом ФАПе давно требовался капитальный ремонт, но здание не принадлежит Заринской ЦРБ, поэтому направить средства на эти цели было невозможно. Теперь ситуация кардинально изменится. В регионе идет работа по заключению социальных контрактов. Семьи с низким уровнем доходов обращаются за государственной поддержкой при поиске работы и трудоустройства, в ведении и развитии личного подсобного хозяйства, открытии собственного дела. Подобная адресная помощь позволяет гражданам улучшить качество жизни, увеличить доходы семьи и стабилизировать свое финансовое положение. В 2024 году в крае более трех тысяч граждан воспользовалось этой мерой поддержки. Жительница Косихинского района, соцконтракт помог при поиске работы и трудоустройстве. Екатерина Козлова нашла достойную вакансию и успешно трудится специалистом Косихинского участка управления дегазификацией в крупной компании. Я встала на учет в центре занятости, мне позвонили специалисты из социальной защиты помощи. Предложили участие в социальном контракте по трудоустройству. Сказали, что мои параметры подходят, то есть я состою в центре занятости, как бы доход мой не превышает необходимый минимум. Помогли оформить документы, после чего я трудоустроилась на это место работы. Отмечу, Алтайский край стал лидером по числу оформленных социальных контрактов в Сибири в 2023 году. Всего с 2020 года в крае заключено более 26 тысяч соцконтрактов на общую сумму 2,5 миллиарда рублей. Поддержка затронула более 102 тысяч жителей региона. Максимальный размер государственной поддержки на собственное дело составляет 350 тысяч рублей. На развитие личного подсобного хозяйства 200 тысяч рублей. На Дне Сибирского поля в этом году не только традиционные площадки, производители товаров и услуг. В этом году целый павильон с экспозициями культурных учреждений Алтайского края. Наш корреспондент Анна Москаленко путешествует по ним. Аня, привет, тебе слово. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, жители Алтайского края. Мы продолжаем культурный обзор агрофорума День Сибирского поля. И у нас здесь представлена еще и Шишковка. Она участвует не первый раз, как художественный музей, про который мы говорили в прошлом выпуске. Но так масштабно представлена впервые. Мы поговорим об этом с заместителем директора Шишковки Анной Ковалевой. Здравствуйте. Что здесь есть? Я вот вижу сразу несколько стендов. Есть и наша гордость, да, книги, которые изданы на Алтае. Что еще? Да, это книги, которые изданы на Алтае. Этим занимается наша библиотека доиздательской, издательской подготовкой. Поэтому здесь мы в этом году впервые привезли эти книги на продажу. Можно приобрести в том числе о наших известных таких деятелей агравиев. Это Ида Калинина и Михаил Висовенко. Ну и другие, конечно, издания. О наших самых известных земляках, нашей серии «Алтай судьба эпоха» и другие. Есть те, которые посвящены Целине, да, как раз? Ну, книги, посвященные Целине, мы пока не издавали. Еще посвященные Целине мы привезли... То есть просто их можно посмотреть? Да, мы привезли электронную коллекцию, которую можно посмотреть, у нас на экране демонстрируется. И книги, которые посвящены Целине, истории Целины на Алтае освоения комсомольскому движению этого периода первым бригадам, первоцелинникам. И книги, которые отражают современный уже период развития агропромышленного комплекса, новые технологии абсолютно. Какой вклад вносит Алтайский край в современные технологии, как используются дроны, искусственный интеллект в сельском хозяйстве. Уже прям актуально. Да, то есть самые-самые современные книги, самые новинки мы тоже привезли показать. И я вижу, здесь у вас можно еще поиграть, есть интерактивный такой элемент. Да, да, чтобы можно было посмотреть и об Алтайском крае что-то почитать не только в книгах, но и, как обычно, чтобы это закрепить уже, так скажем, историю Алтайского края, какие-то интересные факты, мы привезли такую игру. Это игра... Да, фишки решили, что раз агрофорум, то фишки должны соответствовать тематике. Можно путешествовать, в общем, на машине. Можно на тракторе. Можно на экскаваторе. Здорово, да. То есть, я правильно понимаю, это на то, чтобы запомнить субъекты Алтайского края и узнать у них что-то интересное. Вот я вижу, есть факты. То есть, когда уходят по полю, получают карточки с заданием, или разгадывают какие-то ребусы, которые тоже дают какую-то информацию об Алтайском крае, или получают исторические справки о событиях, интересных местах Алтайского края, еще какие-то активности. Но это все направлено на то, чтобы как можно больше узнать об Алтайском крае. Здорово, хорошо. Вы будете работать все три дня? Все три дня мы будем работать на этой площадке. Замечательно, спасибо большое. Так что жители Алтайского края еще могут успеть сами поиграть в игру, посмотреть на литературу здесь представленную. Будут работать до конца форума. Спасибо. Вам слово, коллеги. Да, спасибо. А я добавлю, что в этом году День сибирского поля проходит под знаком 70-летия с момента начала освоения целенных земель. На агрофоруме работает тематическая выставка краеведческого музея. Прямо сейчас они расскажут сотрудник музея. С ним пообщалась моя коллега Елена Самарина. Лена, привет. Ты в эфире. Егор, привет. Больше 200 экспонатов представлены на площадке краеведческого музея, посвященной 70-летию освоения целенных земель на Алтае. Среди предметов представлены, например, рабочая и бытовая одежда тех лет, исторические фото и даже вот такие жилища. Сейчас подробнее о них расскажет нам заведующий экспозиционно-выставочным отделом краеведческого музея Дмитрий Емельянов. Дмитрий, ждем от вас подробностей. Все верно. Вы отметили, что мы представили нашим посетителям выставку, посвященную освоению целины на Алтае. И в этом году мы хотели сделать упор на семью. Ведь 2024 год объявлен президентом Годом семьи в России. И когда целиники приезжали к нам на Алтай, они были в очень стесненных условиях жизни бытовых. И они, безусловно, селились в подобных как раз палатках, где были очень такие суровые условия. Непременным атрибутом являлись, безусловно, это топчан, печка, буржуйка, стол, где, собственно, и принимали пищу наши трудяги и кто занимался освоением целины. Шоу в год, 1954-й, земли осваивались. И необходимо было готовиться уже к осени и к зиме. И строились активно дома, жилые поселки, совхозы. И здесь мы представили нашим также гостям интерьер уже постоянного жилища, где мы можем увидеть интерьер как кухни, так и спальные зоны. Люди со всей ответственностью подходили к обустройству своего быта. За имеющиеся деньги покупали мебель, обустраивали максимальный интерьер и тем самым заводили семьи. Ведь на Алтае приезжало большое количество молодежи со всей страны. Появлялись новые семьи, появлялись дети. И как раз мы нашим посетителям показали еще интерьер школы и детского садика. Связали тем самым освоение целины и появление молодой ячейки общества, семьи на целене. Здорово, Дмитрий, спасибо большое. Егор, к этому часу пока все, но остальные уголки экспозиции покажем в следующем выпуске новостей. Сегодня профессиональный праздник всех сладкоежек – День шоколада. Любители сладкого говорят, что в этот день можно есть неограниченное количество сладостей и ничего за это не будет. Ни лишних калорий, ни проблем со здоровьем. Правда это или нет, рассказал корреспондентом телеканала «Катунь-24» диетолог Алексей Шелягин. Съедать шоколада в день, чтобы не поправиться, можно где-то около 30 граммов. Но опять же, если вы склонны к полноте, то лучше это делать до обеда. Если вы к полноте не склонны, то шоколада можно съесть и больше, но опять же, он не должен замещать собой какой-то основной рацион, какой-то из основных приемов пищи нельзя делать так, чтобы вместо обеда съели шоколадку. А за что барнаулицы любят шоколад и как часто они его едят? Поделились жители края с корреспондентами нашего телеканала. Очень сладкий, приятный вкус, просто для удовольствия вызывает положительные эмоции. В детстве очень любила, сейчас уже не так сильно, но белый шоколад мне с орешками нравится. За что, наверное, за вкусовые свойства, за что его еще можно любить. Ну, шоколад, конечно, любим, но едим нечасто, потому что уже во возрасте. Нет, я сладкого не люблю, поэтому я с ним не общаюсь. Ну, где-то, может быть, пару раз в неделю сейчас, а так предпочитала бы, наверное, каждый день. Просто для удовольствия, чтобы, да, какие-то положительные эмоции. С чаем вечерами, когда хочется чего-то сладкого. Ну, может быть, в месяц плитку покупаем, едим. Ем очень редко. Ну, просто, если другие рядом сидящие едят, ну, я тогда поддерживаю их. А так я никогда не покупаю для себя. Не покупаю. Мужчины сладкого не любят в большинстве своем. Это женщины, дети. Пища богов. Так назвали шоколад древней ацтеки. Считается, что именно они первыми научились делать это лакомство. Сегодня шоколады готовят разнообразные десерты. Героиня нашего следующего сюжета, например, собирает целые букеты из клубники в шоколаде. С мастерицей познакомилась наша съемочная группа. В 16 веке шоколад был популярен в Европе среди аристократов. Сегодня изделия из какао-бобов доступны, пожалуй, каждому. На полках магазинов есть шоколад буквально на любой вкус и цвет. Из него делают украшения, скульптуры и необычные десерты. Первым делом, чтобы шоколад имел хруст и блеск, его нужно затемперировать. Для начала нам необходимо нагреть шоколад до 45 градусов. Затем нам нужно опустить температуру шоколада на мраморном столе и затем снова немножечко нагреть. Инна Чернова знает все тонкости работы с этим лакомством. Уже 7 лет занимается фуд-флористикой. Делает букеты из клубники в шоколаде. Все началось в студенчестве, когда девушка мечтала открыть цветочный магазин. Искали поставщиков, придумывали, какие букеты я бы могла делать. То есть я искала какие-то референсы в интернете. И среди картинок в один прекрасный день наткнулась на букет из фруктов. Это был еще букет не из клубники, просто там были какие-то яблоки, апельсины. Мне показалось, зачем я буду заморачиваться с какими-то поставщиками, зачем я вообще буду о чем-то таком думать, если я могу просто пойти в продуктовый магазин и просто купить фруктов и сделать из них букет. Спустя время Инна открыла собственную мастерскую и назвала ее эндорфин. Сегодня ее букеты заказывают в качестве подарков на свадьбу, день рождения или просто, чтобы порадовать себя и близких. А еще свои знания и опыт фуд-флорист передает другим. Сейчас уже идет третий по счету курс. Ученики есть как из Барнаула, как вообще из Алтайского края. И не только есть ученики из Ростова-на-Дону, из Новосибирска, из Казани. Клубника в шоколаде – это популярная замена стандартным цветам и конфетам. Бум заказов приходится на праздники, например, 8 марта. В эти дни Инна практически не спит. Работает с раннего утра и до поздней ночи, для того, чтобы каждый получил свою порцию эндорфина. Я дам человеку букет, он посмотрит восторженным взглядом, и тут же вся усталость куда-то уходит. И все, появляются силы работать дальше. Белый, молочный и темный – это далеко не все виды шоколада. Сколько их на самом деле – вопрос неоднозначный. Одни эксперты говорят о нескольких десятках, другие исчисляют сотнями. Инна в своей работе использует, например, карамельный и признается – это ее любимый. Это белый карамелизованный шоколад, то есть путем нагрева до высоких температур на заводе это происходит. Сахар и молоко, которые находятся внутри шоколада, карамелизуются. Мы спросили у Инны, знает ли она, что шоколад – довольно спорный продукт. С одной стороны, его используют как самое популярное средство от депрессии. С другой, говорят, передозировка шоколадом крайне опасна для жизни. Девушка нас успокоила. Она к шоколаду равнодушна. Намного приятнее ей видеть эмоции людей, для которых она делает клубничные букеты. Это ее вдохновляет на дальнейшую работу и поиск себя в творчестве. Например, сейчас мастер нашла себя в новом деле. Создает украшения ручной работы. Кто знает, может быть и они будут съедобными. Елена Самарина, Антон Еноткин. Новости. И о новом выпуске программы «Факультатив». На этот раз ее гостями станут известные барнаульские поэты Ольга Родионова и Валерий Дашкевич. Сразу после выпуска новостей очередное заседание «Факультатива». Наши гости Ольга Родионова и Валерий Дашкевич. Лиза. Я хотела бы попросить у вас поэтический эпиграф для нашего интервью. Не важен слог, не важен стиль, не важно, краткий стих или долгий. Но важно не произнести того, что мир услышать должен. Услышит мир, не переключайтесь. К этому часу у меня пока все. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok